Рецепт настоящего салата Оливье, именно настоящего, довольно прост. На одну столовую ложку нефильтрованного, но качественно отжатого, мы сейчас будем положить везти, а вот везти, 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 везти. Мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем. Потом, не ошпаривая, довести до газообразного состояния и на глазок помешивая, после чего обязательно добавьте перигидрату суперфосфата и поставьте под гнет на три часа. После этого надо обязательно. Главное, не забудьте загасить известь, и салат готов. Чуть подробнее смотрите в нашем сюжете этот замечательный рецепт. Без этого блюда не обходится ни одно русское застолье. Под Новый год на его приготовление россияне расходуют 7 тысяч тонн картошки, 4 тысячи тонн колбасы и 10 миллионов банок зеленого горошка. Узнали? А между тем классический оливье разительно отличается от современного детища. Современному оливье в наследство досталось только одно – название. Этот салат был назван по имени изобретателя, француза Люсиена Оливье, владельца московского ресторана «Эрмитаж». Теперь в этом здании находится театр. Год рождения знаменитого салата – 1860-й. Днями и ночами Оливье изучал вкусовые пристрастия москвичей, работая над содержанием блюда. Рецептуру повар держал в секрете до конца жизни. Салат Оливье номер один. Воссоздать оливье удалось лишь в 1904 году. Когда-то Люсиен Оливье, когда ему не завезли какого-то ингредиента, он сказал, вот сделайте это, это, это. Его спросили, как назвать. Он сказал, назовите это салатом Оливье. В театральном кафе и сегодня салат готовят по старинному рецепту. Итак, записывайте рецептуру Люсиена Оливье. Нам понадобится Птица рябчик – 2 штуки. Один телячий язык. Паюсная икра – четверть фунта. Свежий салат латук – 200 граммов. Отварные раки – 25 штук. Свежие огурцы – 2 штуки. Пять куриных яиц, сваренных вкрутую. Малюсенькие огурчики – пикули – полбанки. Соя кабуль. И еще 100 граммов каперсов. Кстати, когда салат появился в меню, ресторан «Эрмитаж» стал одним из самых посещаемых мест в городе. В этом заведении салатом подчевали Достоевского и Толстого, Чайковского и Шаляпина. Когда моему деду Николаю Васильевичу Уткину, было 14 лет, он работал поваренком в этом ресторане. Сюда приезжали обедать всякие знаменитые люди, в том числе Федор Иванович Шаляпин. А когда обед кончался, то Федор Иванович раздавал поварятам по рублю и контрмарки в Большой театр, чтобы когда он выходил на сцену, они устарали ему овацию. Вот такой у них был договор. Теперь шеф-повару осталось только все перемешать. Если вы думаете, что салат готов, то ошибаетесь. Главная загадка – это соус «Провансаль». Отделить желтки. Растереть тонким столовым ножом. Прибавляем чайную ложку прованского масла. Продолжаем медленно растирать. Добавим немного уксуса, сахара и соли. Вот он, настоящий «Провансаль». Заправляем. Перед подачей украсим яство раковыми шейками и листьями салата. Да, получилось воистину царское блюдо. Вкусно. А теперь угадайте, как во всем мире называют этот салат, приготовленный из заморских деликатесов французским поваром. Русский. Тот самый. Очень, очень важная вещь, друзья, в кулинарном бизнесе, собственно, сама фамилия изобретателя блюда. Ну, Оливье. Красота. Ну, какой бы ни был вкусный салат, если у человека нет фамилии Оливье, а его фамилия, например, Смертин или Смрадов или, не дай бог, Слизняк, ему будет очень сложно продать свой салат. Что там продать? Ему даже будет сложно уговорить попробовать салат с таким названием. Салат Слизняк. Прекрасно. А я не брезгри, вы знаете. Жру, что попало. Главное, бесплатно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!